Сарма, приветствую. Запись я включил. Кто будет смотреть записи, тоже всех приветствую. Здравствуй, Максим. Очень приятно, что ты согласился. Так что я из Прибалтики, живу в Лондоне. Вы там далеко-далеко от нас. Я даже не знаю, где. Ну вот так. И вот смотри, какие времена пришли, что мы можем спокойно говорить и не ехать друг к другу в гости. Это так очень удобно. Но самое главное, что я хотела с тобой сегодня поговорить, потому что у меня нет такой большой практики в работе в интернете. Я только что год как учусь, да, я говорю, я не волшебник, но я учусь, да, и я очень даже горда, что я нашла вот вас, что действительно можно научиться много очень хороших таких как будто шагов, которых я даже не додумалась. Но я знаю, что у вас был раньше очень хороший бизнес на земле. Можете вы сказать, почему вы выбрали работать все-таки в интернете? Что это было? Да, конечно, Сарма. Сейчас объясню. Давайте начнем мы с того, что я построил свою собственную империю. Я сделал свой бизнес архитектурный и начал, естественно, с классического бизнеса. Я в 2006 году открыл свою фирму и, вернее, в 2001 открыл ИП, в 2006 открыл уже ООО, свою фирму, нанял специалистов и мы начали делать разные дома, гостиницы, дороги, сети и так далее. Значит, начали проектировать и вводить здание в эксплуатацию. Так вот, все шло хорошо и в 2009 году меня так немножко разнесло от хорошей жизни. Все шло отлично. И я начал искать, просто в интернете начал искать продукт, который поддержит мое здоровье. Там я похудею немножко и так далее. И я увидел, значит, продукт компании Greenway, пришел на собеседование, на встречу. И мы пришли с другом, Руслан Тайлашев. Значит, мы пришли, мне показали продукт, я его попробовал, мне он понравился, вкусный. Я говорю, хорошо, давайте я куплю, значит, буду пользоваться, проверять его, смотреть. Ну, то есть, и меня попросили снимать разные видео там раз в неделю, какой-то отклик давать, насколько мне этот продукт нравится. А Руслан, Руслан, он увидел в этом продукте нечто большее, да, то есть он увидел заработок с помощью этого продукта. Так как у меня была компания, мне этот заработок не нужен был, я это пропустил мимо ушей, думаю, зачем я занимаюсь архитектурным проектированием. Я начал пользоваться этим продуктом, и, естественно, он мне помог, я стал более энергичный, похудел, мне это все очень сильно понравилось. И прошло полгода, и через полгода, представляете, мы в Екатеринбурге нечаянно встречаемся с Русланом. Он едет на Мерседесе. Я такой не понял, он останавливается. О, Макс, привет, ты что тут делаешь? Я говорю, да я приехал по делам, тут у меня в архитектуру надо, мы взяли объект в Екатеринбурге, делаем, проектируем. Ты еще проектированием все еще занимаешься? Я говорю, да. Я говорю, а ты что, машину купил? Не купил, мне ее подарили за мою работу, за мою работу, за мои действия. Я говорю, как, что ты делал? Ты же сам пил и ел то, что приносит деньги, это здоровье. Я говорю, подожди-ка, ну-ка, ну-ка, а я бизнесмен, мне всегда интересно там, где с воздуха можно взять деньги. Вот, значит, я сел к нему в машину, мы поехали в кафе, посидели, попили соку, и он мне рассказал историю его развития. Так вот, полгода, пока я просто кушал этот продукт, он его развивал с помощью MLM-индустрии. В то время не было автоматизации, не было бота, в то время просто были платные школы, где учили спикеров, где учили, как общаться, как вести переговоры и так далее. Все это было платно, не было такой халявы, которая сейчас есть. В то время маркетинги были с подтверждением объема работ и так далее, с подтверждением твоей квалификации. То есть, работы нужно было переделать в сто раз больше, чем на сегодняшний день. Так вот, и даже при этом люди становились миллионерами. И когда мы с ним поговорили, у меня щелкнуло, что я должен понять, как можно заработать в интернете. Так вот, вот с этого момента и началась моя жизнь. То есть, я пришел в Greenway, набрал целый пакет этой продукции, записался в дистрибрютеры и начал изучать, проходить школу, увеличивать в себе разные навыки, спикерства, разговора, переговоров и так далее. И так как я был связан уже с бизнесом, я понимал, как это нужно построить, у меня также много знакомств было в администрации, в муниципальных отделах, в разных школах, садиках и так далее. Я, естественно, смекнул, что продавать нужно точечно тем людям, которые уже могут масштабно все это распространить. Я просто прихожу к нашему мэру, прям за пять минут до обеда, прихожу, он говорит, Макс, слушай, я все, я как бы собираюсь уже, у меня там скоро встреча. Я говорю, подожди, не торопись, я достаю свой портфель, из портфеля достаю молоко, достаю это все дело, шейкером все это смешиваю, я говорю, на-ка, хлебни. Я говорю, смотри, у тебя, я говорю, нервная работа, откуда у тебя вот эта бородавка, откуда у тебя вот это, вот это, все я ему рассказываю. Буквально за десять минут он выпил этот коктейль, я говорю, тебе не надо обедать, выпей просто этот коктейль и все. И говорю, потом после встречи мне позвонишь, он мне позвонил в четыре часа, Макс говорит, ты мне что дал такое, столько энергии, я, говорит, провел там, я себя чувствую хорошо, когда я в кафе что-то покушаю, меня в сон клонит, да, а здесь вообще вещи. Я говорю, вот смотри, этого нет вообще нигде, хочешь, чтобы твоя администрация была такая вся энергичная? Я говорю, да, все, ко мне всех отправляй. И начался бизнес, понимаете, то есть я так же заработал на Мерседес, так же, ну все было тоже в шоколаде, мы работали, все отлично, полтора-два года мы работали в этой компании, я считал себя асом. Ну, конечно, я думаю. И потом компания что-то поменяла, поменяла упаковку, поменяла качество продукта, стало немножко не то. И в то время как раз начала выходить на меня информация о криптовалюте. А по автоматизации пока вообще тишина была, значит, стало выходить по, значит, криптовалюте и появилась фирма какая-то еще, не помню, там, типа там Green Life, да, то есть тоже Green, какая-то вот Green и еще какая-то вот. И у них была автоворонка, то есть у них было то, что позволило бы мне масштабировать свои действия не в районе своего города, а в районе всего мира, то есть я смог работать в районе мира. А это как раз и есть разница между классическим бизнесом, когда ты работаешь только в городе, либо в округе, и MLM, индустрия, когда ты можешь работать по всему миру, абсолютно. И вот это я хотел, я хотел понять, как можно работать, как можно масштабироваться так, чтобы не открывать офис в каждом городе. Я записываюсь в эту компанию, я говорю, да, конечно, ребята, у меня в Greenway вот такие-то результаты, меня с руками забрали, дали мне воронку, дали мне все, я начал все это смотреть, настраивать. И вот тут я связался именно с технической неграмотностью, когда я знал просто компьютер как обычный пользователь. Мне нужно было вникнуть в разные технические моменты, чтобы корректировать свою воронку под себя, чтобы там видоизменять, еще что-то, какой-то там автопостинг делать и так далее. Для меня это были матершинные слова, я вообще не понимал, что это делаю. Я полгода потратил на разбирательство этой системы, у меня ничего не получилось. То есть я, ну, было мало школ. А сколько тебе людей было уже в команде в Greenway, тебе же было много людей? Смотрите, там тоже какая ситуация. Я умел продавать, но я не умел это масштабировать. А, команду, да, да. Были только, в принципе, пользователи этого продукта. А из команды, я не помню, там человек, не знаю, там 15-20 максимум, да? Вот, значит, и у этих 15-20 по 2, по 3, да? То есть, ну, не было какого-то такого... Масштаба не было. Я сам делал большой объем, как дистрибьютор. Я просто продавал хорошие объемы продукции. Вот, но я не умел дублицировать. Я не умел сделать так, чтобы моя команда могла делать то, что я делаю. Ну да, потому что продаваться не любит, не любит. Да, естественно, когда я начал, я понял, что человек очень ленивый. Во-первых, у каждого человека есть свой профессиональный навык какой-то. А ему нужно еще 9 навыков разных. Надо и уметь общаться, и уметь переговоры, и отсутствие барьеров разных. Даже просто познакомиться на улице. У многих барьер просто подойти и познакомиться с человеком. Поэтому, я узнав все вот эти психологические тонкости, я понял, что нужен какой-то более автоматизированный процесс, в который бы приходил именно человек заинтересованный. Чтобы этот автоматизированный процесс отбирал людей. Я понял, что когда я делаю звонок 1, 2, 3, я в день сделаю 20 звонков, и все на этом. И все, да, да, да. Вот. А автоматизированная система может позволять охватывать тысячи людей одновременно. И вот когда я познакомился с первой своей воронкой, я полгода ее изучал. Результаты у меня были там не очень хорошие по воронке. А вот в плане продаж своих личных я опять сделал рекорд. Я достиг 1% от товара оборота компании. Опа. Да, значит, получил статус, значит, и получал 1% от товара оборота компании до того момента, 2013, что ли, год. Они просто куда-то исчезли. Вот. Значит, и в 2012 году, в 2012, да, на меня вышел один, значит, предприниматель. Он занимался криптовалютой. И он мне начал показывать, что, Макс, вот это все продукты, это все продукты, здоровье, это все это, это нормально. Но криптовалюта – это будущее. И нужно научиться сейчас как бы вот работать с этой криптовалютой, чтобы сделать себе криптопортфель и все такое. Мы с ним начали двигаться. Года три я с ним работал по разным криптовалютным проектам, разной инвестиции. И так далее. И во всех этих проектах я параллельно обучался в разных школах по автоматизации. Я потихоньку внедрял разные процессы. Ну, вот скажи мне примерно, вот обучался. Я тоже взяла многих этих курсов. Вот по деньгам. Это же не дешево. Это же стоит большие деньги. Это очень дорого. Это очень дорого. Да. Я по одному ВК, раскрутка ВК, раскрутка личного бренда и так далее, отдал по тем временам более 300 тысяч рублей. Опа, ну да. Значит, потом за курс автоворонка ВК я отдал 200, насколько я помню, 210 тысяч она стоила. Да, 210 тысяч, курс на 15 дней. И я отдал, и вот как раз в этом курсе я узнал то, что вот меня вот вышел к нему прям. Вот. Значит, я получил опыт. Я получил знания из курсов и начал эти знания применять в криптовалютном бизнесе. Так вот, я обошел своего куратора. То есть мы там делали такие деньги. Он говорит, Макс, откуда ты их берешь? Я начал применять систему презентации. То есть мы начали нагонять очень много партнеров на презентации, которые шли раз в неделю. И как раз на этих презентациях происходило закрытие уже клиента не мной, а специализированным человеком компании. И вот это как раз приводило к очень большим регистрациям. У меня всю неделю, допустим, у него по два, по три человека приходило каждый день всю неделю. А у меня за один день в субботу приходило 150-200 человек. Просто регистрация, 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 регистрация. Вот. И он не понимал, как так. Как ты это делаешь? Да. А секрет прост. Секрет в том, что я просто сделал нужные действия для того, чтобы подогреть сначала аудиторию, потом направить ее в нужное русло и дать ценность того, что они получат вот в этом русле. И когда они получают эту ценность, все, человек понимает, что да, это то место, где он хочет быть. Значит, и дальше. Значит, я по криптовалюте поработал. Значит, это нестабильный рынок. Это рынок с большими рисками. И в 2016 году ко мне пришел из матрицы. А я человек математического склада ума. Ко мне пришел лидер из матрицы и говорит, вот у нас есть такой-то проект. Он матричный. Здесь нужно делать вот это, вот это, вот так, вот так. И здесь можно заработать вот такие-то деньги. Он меня знал уже как автоматизатора. И он ко мне пришел, чтобы я на его компанию сделал, на его, вернее, не компанию, не этот проект, а именно на его группу людей, как для лидера. Я ему сделал воронку и вместе с ним как бы двигался. Я говорю, ладно, не вопрос, давай сделаем. Мы сделали эту, значит, воронку и появился Телеграм. Раньше мы работали только по ВК. Работали по ВК очень много. Ну, Skype был еще, да. И в то время появился Телеграм. И чуть попозже, насколько я помню, Инстаграм. И когда появился Телеграм, значит, я сделал воронку по ВК. Мы начали двигаться в этой компании, в матричной стали получать тоже хорошие результаты. Мы были первыми, получается, этими первыми чеками. Но появился Телеграм и как-то ВК немножко начал как бы притормаживать, да. Мы увидели этот незнакомый мессенджер, в который все прям заходят, заходят, заходят. И, естественно, я как человек, который смотрит будущее, я начал изучать Телеграм. Я говорю, ага, хорошо, новый мессенджер, значит, на нем можно тоже сделать свои процессы автоматизации. Нужно его понять. Я туда зарегистрировался и начал в нем потихоньку-потихоньку разбираться. И, значит, в 2018 или 2019 году я встретил Андрея Прохорова, который знал больше, чем я по программированию. И он понимал возможности Телеграма больше, чем я. Мы с ним сколлаборировались, потому что у меня были тоже свои знания. Он мне показал несколько своих идей, я показал несколько своих идей. И у нас начали обрабатывать. У нас прям получился симбиоз. И мы начали обрабатывать и делать такие вещи, которых еще не изобрели. То есть что-то новое. И вот все, что мы делали, это всегда было направлено на то, чтобы любой партнер, он мог, чтобы этот инструмент или эта возможность могла ему помогать строить команду. Либо рекламировать себя, либо строить команду, либо автоматизировать какие-то процессы ручные, которые мы делаем каждый день. Тот же самый автоответ, автоответ в личку и все такое. Понимаете? То есть вот такие разные чат-боты мы начали делать, развивать, потом сделали свой сервис. И постепенно-постепенно мы пришли к тому, что мы поняли, что нужно создавать не какие-то проекты матричные, инвестиционные, либо еще что-то продуктовое. А именно сделать компанию, IT-компанию, которая будет давать людям продукты. И компанию, которая будет показывать, как эти продукты работают. И в этой компании будет еще школа. Школа по работе с этими инструментами и по увеличению собственного качества. То есть спикеры будут у нас выращиваться, коучи, менторы и так далее. То есть будут постепенно, по ступеням, по ступеням, потихоньку-потихоньку, проходя школы и наши тренинги, люди будут именно повышать себе вот эти навыки, используя автоматизацию. Так вот, как раз, что касается автоматизации, скажу так, в интернете любому человеку, возможно, вот есть у него какая-то идея. В интернете очень много разных фрилансеров. И он может найти какого-то себе программиста и какую-то свою идею реализовать в жизнь. Но сколько это стоит? 25 тысяч рублей стоит написать обычного бота, который чистит сообщения в вашем чате. 60 с чем-то тысяч рублей стоит написать программу, которая будет делать автопостинг. Ну, просто ее уже писали и есть уже это. То есть это я про существующую программу. Цифры знаешь, да. Есть цифры, да. ВК автоответ, вот этот бот автоответа, ВК стоит 68 тысяч на сегодняшний день, если зайти в интернет и посмотреть. Вот, то есть написав какие-то свои инструменты, любой человек, он тратит очень много денег на производство вот этих вот инструментов, которые потом много-много лет помогают большому количеству людей автоматизировать те или иные процессы. И как раз вот это и есть самая важная мысль. Это сделать доступные инструменты. Чтобы не надо было тратить больших денег, чтобы человек мог прийти и либо за абонентскую плату взять эти инструменты, либо поучаствовать в партнерской программе и получить по партнерской программе доступ к этим инструментам. Спокойненько ими научиться пользоваться и взаимоизменять их под свои любые виды деятельности, предпринимательской деятельности. Вот, то есть однозначно, что все IT-продукты, которые мы разрабатываем, мы их делаем таким образом, чтобы их можно было модернизировать и переделать под любой вид деятельности. И под рекламу классического бизнеса, и под развитие вашего интернет-магазина, и под недвижимость, и под коучи, под какие-то школы и так далее. То есть под любой вид деятельности можно сделать, переделать, модернизировать систему, когда она уже прописана, когда есть основной код, есть основная площадка, админская площадка, где в админской площадке вы делаете те или иные коллаборации с существующей системой. Так вот, система – это комплекс услуг. Это не просто один инструмент, это комплекс услуг. И вот тут очень как раз важно понимать, только комплекс услуг дает результат. Много компаний, они говорят, да, у нас есть маркетинг, у нас есть инструмент приглашения партнеров. Мы даем вам лендинг. Все. Лендинг – работайте. Лендинг – это просто информация о вас и о вашей компании. Но в этот лендинг… Как визитка, да, как визитка интернета. Да, трафик, да где взять? Где взять трафик? Об этом никто не говорит. Они говорят, так закажи трафик в интернете, то есть найди себе SEO, найди себе программиста и так далее, и закажи им эту услугу. Они тебе на этот сайт нальют миллион человек, да, в день. Поэтому, а это все стоит больших денег. Поэтому автоматизация… Да, еще надо знать, как обработать этот миллион трафика, да. Вот еще одна миссия, в которой люди даже, они не додумаются, как это вообще-то непросто, понимаешь? Они хочут очень много людей сразу, но нам же надо идти по чуть-чуть, да, начать там 10, потом 50, потом 100. И когда мы уже готовы, тогда мы идем на какие-то большие обороты, да. Так что вот это я вот долго искала, я тратила тоже деньги, потому что я уже долго смотрю, как работает интернет. Тоже вот разные проекты посмотрела, даже попробовала, поняла, что, ну, он не дает мне вот это, как тебе сказать, я в интернете вижу такую, как свободу. Не дает комплекса, не дает комплекса. Да, и нету результата, как мне достичь этого тысячи, чтобы выйти на этот заработок, да. Если я захожу в какую-то компанию, вот ты говоришь, Greenway, таких очень много. Мы все хочем начинать, но там же каждый месяц тебе надо покупать продукцию. За это надо платить деньги. Если ты не умеешь продавать, как ты примерно, то что ты делаешь? Или у тебя уже склад дома, или ты это все кушаешь или выбрасываешь. Родственникам раздаешь. Да, да, раздаешь по подаркам, да. И вот человек устает, сколько он может все время доплачивать, да. И нету результата. Я всегда говорю, я хотела найти вот такой сервис, где я могу почувствовать результат. И, как ты говоришь, самое главное, сделать эту дубликацию просто. Вот просто. Шаг за шагом. Да, я говорю, я блондинка, мне технологии, это непросто. И таких есть очень много, да. Но это можно научиться, потому что все есть внутри. Это только надо делать, да. И это уже тогда уже совсем легче найти людей, которые хочут научиться. Я научусь, я научу им, да. И это уже будет система. Это очень даже хорошо будет работать. Давайте, Сарма, сейчас кое-что покажу. Тоже очень важное. У нас с вами осталось тут несколько минут. Да. Сейчас я просто донесу мысль самую важную о комплексе. То есть, когда вы приходите в какую-то компанию, если у компании есть комплекс инструментов, комплекс школ, комплекс обучений и чек-лист результатов, статистика результатов, которые добиваются с помощью этого комплекса. То это и есть рабочий механизм. Это когда вы пришли, машину купили, заправили бензином и поехали. Понимаете? Вот это комплекс. А когда вам дали просто покрышки, покрышки и сказали едь, да, ну на покрышках не поедешь. Куда ты садишь, да. И вот тут я хотел бы показать, что комплекс, вот допустим, у нас есть IT-инструменты, у нас есть автоматическое уже наполнение этого сервиса уникальным контентом. Куда прикручивается ваша реферальная ссылочка, прикручивается ваша уникальная автоворонка и вы имеете все это в одном месте в бэк-офисе. Плюс вы имеете дополнительные инструменты, чтобы это все дело подкорректировать. У вас автопостинг, автоподогрев и так далее. То есть, есть много разных сервисов, которые помогают дополнительно все это делать. И есть еще удобный сервис, где вы заказываете определенные услуги и есть сервис, где вы эти услуги делаете сами, учитесь, да. Вы заходите на наш сервак, у нас есть программы, которыми вы можете делать и вы учитесь этими программами работать, если вы хотите делать самостоятельно. И также есть кнопочка, где на телефоне буквально можно это заказать. То есть, вы, имея продукт, имея сервис, который в этот продукт привлечет много партнеров по вашему списку, также этот сервис и собирает этот список. И плюс есть еще школы, которые обучают, как это сделать. Поэтому это и есть комплекс, который приводит вас вот к такому результату. Давайте я вам покажу наш бэк-офис. Вот смотрите, 12 марта прошла Оксана по ссылочке. 13 марта Лара, Лара активировалась. Прошел 14 марта Михаил, Вячеслав, Оксана, Сергей. 15 марта нам Наталья, Людмила, еще одна Людмила, Тамара, Надежда. И сегодня Джи, Александр, Найгуль, Екатерина, потом это Оксана, Оксана, да? Оксана, а, Олеся, пардон. Олеся и Рита, да? Вот Рита, а, вот еще, кстати, вот не ответил партнеру. Тана, видите, это входящие заявки. Это показывает работоспособность инструмента в комплексе приводить к вам партнеров. Ну, а этому надо научиться. Да, еще такое на самом конце, что я для себя почувствовала. Я первый раз в жизни нашла такой сервис, который мне платит за то, что я учусь, понимаешь? Потому что у вас есть эта бонусная система, которая сразу тебе дает почувствовать и знания, и деньги в обе месте. И вот такого я еще нигде не встретила. Потому я так удивилась сначала, что я нашла хороший инструмент. И я еще звоню своему ментору и говорю, а ты понимаешь, как там эти деньги приходят? Откуда они вообще приходят? И тогда мы только начали смотреть, что да, здесь же есть еще партнерская программа, которая очень вкусная, да? И тебе платят за то, что ты себе строишь бизнес, понимаешь? Это доплачивает, чтобы ты что-то делал, понимаешь? Мы пошли по другому пути. Все компании, они сначала говорят, ты заплати, а потом мы тебе дадим. А мы пошли по другому пути. А здесь идет наоборот. Да, мы сказали тебе, вот мы тебе все дадим, смотри, за 15 долларов. Да, да, да. Это такой вот очень прям маленький вход. Вот, вообще даже слух режет эти 15 долларов за ту ценность, которую получает человек. Так вот, мы это дали. То есть возможность такую. Пожалуйста, заходи, смотри. Все автоматизировано, все настраивается. Получай партнеров. И дальше уже, пожалуйста, строй бизнес. То есть дальше уже заходи, апгрейди. То есть заходишь на апгрейд, получаешь лицензию пожизненную, вот этих инструментов. Они все твои на всю жизнь. Причем не только твои, ты можешь передавать их еще и по наследству и так далее. То есть вот это бизнес. Это бизнес с рабочим инструментом, с рабочим продуктом. Бизнес мечты, да. Спасибо тебе, Максим, очень огромное. Я думаю, что на моей команде, нашей команде при Балтии, Европе, да, мы действительно используем эту информацию, потому что людям не хватает информации, где вообще найти систему, где найти реального инструмента. И если они нашли, то они очень дорогие. Их надо устраивать, а мы не умеем, понимаешь? А тут у нас есть все, комплекс, да. Так что спасибо тебе большое. Пожалуйста. И да, и тогда, да, встречи на следующих зумах. До свидания. Рад вас встретиться, Сарма, да, да. Давай, пока-пока. До свидания.